Без лишних слов, я решил полностью перевести все главное шоу Майнкрафт Лайв 2024, чтобы каждый смог в спокойной атмосфере пересмотреть или впервые посмотреть это шоу, ведь так раскрывается чуть больше деталей. Надеюсь на ваш лайк и подписку, приятного просмотра! Добро пожаловать на Майнкрафт Лайв 2024! Мы находимся на родине Майнкрафта, в нашем офисе в Стокгольме, Швеция. Мы подготовили для вас увлекательное шоу, в котором расскажем о самых последних и грандиозных событиях в мире Майнкрафта. Совершенно новая, никогда ранее не выходившая игровая дробь, инсайдерская информация непосредственно от нашей команды, а также взгляд на более широкий мир Майнкрафта, включая некоторые эксклюзивные сведения о нашем предстоящем фильме. Все, что мы покажем вам для Ванилы Майнкрафта, появится очень скоро. На самом деле, вы сможете поиграть с обновлением уже в ближайшие несколько месяцев. Сообщество всегда было сердцем Майнкрафта. Ваша креативность и страсть на протяжении 15 лет и более вдохновляет нас на творчество, как внутри, так и за пределами наших игр. Если вспомнить те ранние времена, то даже официальный трейлер игры Майнкрафта был создан сообществом. Когда я только начала играть в Майнкрафт в 2010 году, это замечательное видео, созданное сообществом, было одним из первых, что я увидела об игре. Каждый раз, когда я пересматриваю этот ролик, я вспоминаю свои первые моменты игры и то, как эта игра изменила так много жизней, включая мою. Давайте отправимся в место, где все сделано из блоков, где единственным пределом является ваше воображение. Давайте отправимся туда, куда вы хотите. Заберемся на самые высокие горы. Спустимся в самые темные пещеры. Построим все, что захотите. Днем или ночью, в дождь или в светлое время суток, потому что это самая значимая песочница, в которую вы когда-либо вступали. Постройте гречественный замок. Изобретите новую машину или прокатитесь на американских горках. Играйте с друзьями. Создайте свою собственную маленькую общину. Защитите себя самыми крепкими доспехами, которые только можно создать. И строитесь с ночными врагами. Никто не может указывать вам, что вы можете или не можете делать. В этом приключении нет правил. Все зависит от вас. Этот трейлер навеивает воспоминания. Мы зашли так далеко, а Майнкрафт все еще остается той самой игрой, которую мы все любим. Мы уже празднули 15-летие Майнкрафта, и это был невероятный год. Среди основных моментов обновления хитрые испытания. Лейфный рыночный праздник и чемпионат Кубок Энда. И я начал работать над Майнкрафтой, связанными с ним проектами, почти 14 лет назад. Сначала я кодил, в то время, когда у Моджанг была небольшая квартира, превратившаяся в офис здесь, в Токгольме. Сейчас я занимаю должность главного креативного директора Моджанг, и стараюсь изо всех сил помогать всем нашим командам создавать самые лучшие игры Майнкрафта. Мир Майнкрафта продолжает расти во многих отношениях. И вы можете задаться вопросом, как нам удается исследовать так много историй и интерпретаций Вселенной. Правда в том, что вы, наше сообщество, делаете это с самого начала. У каждого игрока есть своя история, которую он может рассказать, и свой взгляд на то, что такое Майнкрафт. Мы терпаем вдохновение в этом творчестве, когда изучаем новые вещи. В Майнкрафт Дэндженс рассказывается история архи-злодея, а в Майнкрафт Леджендс вы отправляетесь в прошлое и сражаетесь с нашествием пиглинов. Сегодня вы узнаете о некоторых из новых способов, которыми мы рассказываем истории за пределами наших игр, и исследуем большие интерпретации того, чем может быть Майнкрафт. Скоро мы увидим мир Майнкрафта на большом экране, благодаря нашему грядущему фильму. У меня была возможность отправиться в Новую Зеландию и, наконец, убить производство воочию. Это один из примеров того, как Майнкрафт становится все более популярным развлечением, но в основе всего этого по-прежнему лежит игра. Команды, работающие над Майнкрафтом, амбициозны, и мы хотим создать лучшие инструменты и технологии, которые помогут нам и создателям продумывать больше историй о Майнкрафте. Основная команда разработчиков Ванилы проделала огромную работу над хитрыми испытаниями. Теперь мы планируем сменить темп выпуска новых фишек. В начале этого года мы выпустили дроп в бронированные лапки, в котором были броненосицы и новые варианты волков. Мы планируем и дальше выпускать новые дропы чаще. Эти более регулярные обновления заменят привычные вам ежегодные летние обновления. Это также позволит нам рассмотреть возможности улучшений, чтобы гарантировать, что мы сможем создавать Майнкрафт на долгую перспективу. Когда мы осваиваем новые области, наш главный творческий принцип — начать с Ванилы, потому что, как и в трейлере, который вы видели, именно она привела нас сюда, и это по-прежнему наша любимая игра вот уже 15 лет до сих пор. Вы можете положиться на нас, поверьте, наша преданность делу продлится еще 15 и более лет. Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Как уже упоминал Йенс, я и основная команда разработчиков игры «Работаем над дропом», и сегодня мы рады показать вам два из них, на которые мы ими работали, и оба они выйдут в течение следующих нескольких месяцев. Чуть позже мы впервые покажем вам совершенно новый дроп, который добавит новый биом со своим уникальным настроением. Но прежде мы хотели бы начать с нашего следующего дропа. Это сочетание двух вещей, которых многие из вас мечтали. Это хардкорный режим в Бэдрок и мешочки, которые мы называем мешочки храбрости. И у нас есть два замечательных, умных члена команды, которые расскажут больше. Режим хардкор – это традиционный режим игры Майнкрафта, только с единственной попыткой. Игра в хардкорном режиме возвращает то чувство, когда вы впервые играете в Майнкрафт, потому что все было в новинку, все было опасным, но теперь на протяжении всего игрового процесса все будет постоянно опасным, и это добавляет уровень азарта, который вы испытываете ко всему, что вы делаете. Все новое, все страшнее, потому что вы не можете позволить себе совершить ни одной из этих ошибок. В Джава и в Бэдрок у нас очень разные меню для перехода в хардкорный режим. В Бэдрок у нас есть маленький симпатичный тумблер, переключая который вы говорите «Я хочу сыграть в хардкорном режиме». Но больше всего мне нравится, что в углу, где находится изображение вашего мира, в который вы собираетесь перейти, появляется небольшой контур, а затем там начинает пульсировать сердечко хардкора, так что вы знаете, что перед вами очень сложный режим. Когда вы долгое время играете в Майнкрафт, у вас появляется рутина, и вы регулярно делаете то, что является для вас обычным делом. Но когда вы играете в хардкорном режиме, вам приходится ломать эту рутину и создавать совершенно новый способ игры, который возможно немного более рискованный, если только вы не хотите играть очень часто и очень короткими сессиями. Но ваш опыт всегда будет уникальным и очень разным, потому что одна прожитая жизнь меняет вашу игру. Я очень хочу, чтобы вы попробовали хардкорный режим, и, возможно, вам будет немного спокойнее, если вы сможете взять с собой дополнительные предметы в новых мешочках. Это Мэтью, дубль первый. Мы добавили мешочки, чтобы помочь людям упаковать больше предметов в свой инвентарь. Так, в старых версиях Майнкрафта, если вы рули туннель, у вас смогло оказаться 64 блока боюшника, и они помещались в один слот инвентаря. Сегодня, если вы прокопаете тот же туннель, вы получите множество различных блоков. Даже если их всего 64, они займут много слотов в инвентаре, потому что они складываются друг в друга. Мешочек позволит вам собрать все эти предметы вместе, освободить место и создать инвентарь, который будет похож на тот, что был на заре Майнкрафта. Когда мы только придумали идею создания мешочков, мы хотели убедиться, что он реально будет полезен. Поэтому мы посмотрели множество стримов игроков, играющих в Майнкрафт Выживание. Мы подождали, пока они откроют свой инвентарь и создали скриншот. Затем мы посмотрели все эти скриншоты и спросили, что бы мог сделать этот игрок, если бы у него был мешочек. Мы обнаружили, что большинство людей могут освободить 8 слотов в инвентаре или больше, что дает им возможность сносить с собой больше всего, что они хотят. Главное преимущество использования мешочков в том, что вы можете дольше находиться в пути. Если вы отправитесь в свои первые приключения, вы можете упаковать вещи в мешочек и получить гораздо больше места в инвентаре, прежде чем он заполнится и вам придется возвращаться домой. Существует множество креативных способов использования мешочков. Вы можете сделать подарок своим друзьям, покрасить мешочек в их любимый цвет и подарить его им с их же любимыми предметами внутри. Мешочки также являются интересным предметом для ролевых игр, или их можно использовать в сюжетных историях. Идея иметь маленькую сумочку просто очень милая и веселая. Деревенские новости Срочные новости! Мы прерываем прямой трансляционный крафт для специального репортажа! Там видели монстра! Отдаю слово жителям номер девять! Спасибо, номер пять! Житель номер пятнадцать говорит, что прямо в этом лесу живет чудовищное создание! Итак, номер пятнадцать, брали ли вы раньше в новостях? Что? Юнилку! Я был со своей группой и монстры смотрел их всех! Они все исчезли! Может быть, ты им просто не нравишься из-за всей этой лжи? Что? Это нелепо! Чтобы положить конец этим явным выдумкам, я собираюсь отправиться в жуткий лес и доказать, что никакого чудовища нет! Хорошо, пойдемте! О, вы направляетесь в лес! Очень хорошо! Но я должна предупредить вас! Те, кто попадет туда, никогда не возвращаются обратно! Что? Почему нет? Это всего лишь входа, Рагуша! Выход вот там! Ладно, идемте! Все следите за монстрами! Конечно, мы знаем, что их не существует! А как насчет зомби? Скелеты! Он не был похож ни на один из них! Хорошо, как он выглядел? Я не мог разглядеть его, он находился за деревом! Весьма удобно! Эй, подождите! У кого-нибудь есть ощущение, что за нами следет? Надеюсь, что так, нам нужны рейтинги! Кто-нибудь слышал это? Что слышали? Скрим! Я бы сказал, что это был скорее хруст! Эй, подождите, а где житель номер 31? Это опыт! Ааа, монстр поймал его! Нет, нет! Нет, нет, это мог быть тяжелый опыт, и изумруд, и табличка с надписью «Я житель номер 31, помогите мне, на меня напал монстр!» В лучшем случае, это косвенные улики! Давайте двигаться дальше! Да, в этом есть смысл! Ну что ж, я убедился! Мне показалось, что он сказал, что там были монстры! Да, да, хорошо! Мы здесь уже давно, и не видели никаких монстров! Да, нам можно возвращаться! К какой стороне выход? О нет, мы заплотились! Что? Нет, кто-нибудь знает дорогу назад! Житель 47 знает, он картограф! Где житель 47? Эй, кто-то оставил картой опыт! Может быть, это чудовище? Нет, никакого чудовища! Кто это сказал? А ну наберётся на нас! Житель номер 5, похоже, что эта группа брошилась в айла истерии! Потрясённая мысль о том, что в лесу нет никаких монстров! Мы с оператором собираемся уезжать по причинам не имеющимся отношения к делу! До свидания! Эй, что там за деревом? О нет, житель номер 9! Житель номер 9, вы здесь! Кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Наверное, мы никогда не узнаем, что стало причиной этой трагической цепи событий, но это точно и был не монстр! Извините, что прервали шоу! А теперь вернёмся к Майнкрафт Лайв! Деревенские новости! Прошло много времени с тех пор, как я впервые анонсировал наш фильм о Майнкрафте! Мы потратили время на то, чтобы собрать невероятную команду и создать оригинальный, полный веселье фильм по вселенной Майнкрафта! Мы из Mojang Studio, наши партнёры из Warner Bros. и Legendary, наш талантливый режиссёр Джеред Хесс и потрясающие создатели контента! Мы переносим Майнкрафт на большой экран в таком виде, какого вы ещё никогда не видели! И всё это с целью достоверно передать дух Майнкрафта! Работая с людьми, которые играют, любят и заботятся об игре так же, как и вы! Давайте послушаем некоторых Майнкрафтеров и посмотрим ближе на то, как мы создавали этот фильм! Давайте сделаем это! И... начали! Я Торфи, креативный директор по развлечениям в Mojang. Я Джеред Хесс, режиссёр Майнкрафт-фильма. Мы очень рады поделиться эксклюзивной информацией о том, как мы снимали этот фильм. Чтобы иметь возможность воспринять этот весёлый, удивительный, творческий дух, которым обладает Майнкрафт. Это было похоже на воплощение мечты. Впервые мы заговорили о создании фильма, о том, что это такое, более десяти лет назад. Мы действительно хотели оказать честь всему миру. А потом мы провели около трёх месяцев в Новой Зеландии на съёмках, и нам очень понравилось это путешествие. Мы много думали о том, какой фильм сделать. Мы выбрали лайв-экшен, потому что такого в таких масштабах фильмов ещё не было. Авторы создавали такие удивительные истории. Короткометражки и контент в имминационном формате, и для нас это был шанс сделать фильм чем-то другим. Ещё это своего рода исполнение желаний, потому что мне всегда было интересно, что случится, если я проснусь в мире Майнкрафта, как я выживу, и выживу ли я вообще. Сама идея быть людьми, которые попадают в это кубическое измерение верхнего мира, и то, как эти персонажи взаимодействуют в этом пространстве. И это показалось очень забавным. Всё кубическое, и всё в блоках. У нас была просто потрясающая команда талантливых художников. Наш художник-постановщик Гранд Мейджор был художником-постановщиком оригинальной трилогии «Властелин колец». Мы также сотрудничаем с компанией VETA, и у каждого из них были свои личные отношения с игрой. И когда они начали проектировать и рисовать, всё сразу стало понятно. Что мне нравится в вашей работе, так это то, что выбор, который вы делаете сегодня, поддерживает историю и персонажа. Отчасти это связано с тем, что каждый Майнкрафтер, каждый игрок приносит свою собственную оригинальную историю в то, что он делает. Очень уместно, что этот фильм называется фильм Майнкрафта, а не Майнкрафт-фильм. У нас есть целый ансамбль персонажей, этих невероятных неудачников, которые попадают в это приключение в верхний мир. И много из этого мы ощущаем на примере одного из наших героев по имени Генри. Он молодой человек, переживающий трудный период своей жизни, и ему приходится буквально творить, чтобы выжить. И вот я на этой странице, читая сценарий, как будто жду, когда же эти молодые ребята будут сидеть в его комнате, строить и мастерить. Но такого он уже есть, он как создатель и творец. Огромную роль в Майнкрафт сыграло творческое сообщество и моддинг. Поэтому мы решили, что персонаж Генри может представить собой моддера, человека, который берет в ванильную игру, дорабатывает ее и настраивает. А потом он попадает в мир Майнкрафта и знакомится со Стивом, а Стив знает все о ванильном Майнкрафте. Мы всегда говорили, что Стив это не совсем персонаж. Стив это то, что вы из него делаете, верно? И все мы воплощали Стива, были Стивом и делали разные вещи. Итак, наш Стив в этом фильме, Джек Блэк, он большой фанат игры. После долгого съемочного дня он до глубокой ночи играл. Это было так забавно, потому что он появлялся и говорил, «Чувак, мы должны попробовать эту штуку, чувак!» Какое-то сооружение, которое он сделал, или что-то ужасное, что с ним произошло. Ему просто нравится мысль о том, что он может воплотить в жизнь свою версию Стива. Сыграйте еще раз сначала! Разбираться в крафтинге было очень весело. Когда игра вышла, не было даже книги рецептов, и люди спрашивали, «Подождите, а что будет, если я положу вот эти вещи вот так?» Когда персонаж Гаррет и эти новые герои появляются в мире, они не знают рецептов. Они не знают, что делать. Персонаж Джейсона Мамоа, Гаррет, парень, который был чемпионом мира по видеоиграм в конце 80-х годов, вроде как достиг своего пика, но до сих пор застрял в прошлом. У него немного заторможенное развитие, он держится за былую славу. Мы хотим показать вам короткую сцену, в которой показаны Генри, Гаррет и Стив. Стив демонстрирует свои навыки, а затем Гаррет пытается продемонстрировать свои умения. Да, Гаррет нуб. Это верстак. Вот как он работает. Вы размещаете эти элементы, используя разные шаблоны, и кабул! У вас получается чудесный меч. Ты хочешь увидеть меч? Я покажу тебе его. О да! Молот. Кабун! Все нормально, дружище. Бедра тоже нужны. Когда мы разрабатывали крафтинг и обсуждали, как он должен выглядеть, мы в основном начали с самого верстака. Мы посмотрели на него, посмотрели на текстуру, а на ней супер пиксельное изображение молотка и пилы сбоку. Очевидно, что мы добавили это и в реальный верстак для фильма. Мы взяли молоток, прикинули, что сетка 3х3 идеально подходит и подумали, что будет здорово, весело и приятно просто сильно ударить молотком, и тогда появятся предметы. Помните, как мы попытались определить размер блока, который вы сами разбиваете? Когда Стив держит блок, он становится вот такого размера. И тут мы обнаружили, что размер метр на метр, то есть 3 фут на 3 фута, на самом деле слишком большой. Поэтому мы уменьшили масштаб, и он стал равен 60 сантиметрам в кубе, то есть 2 на 2 на 2 фута. А затем на заднем и, возможно, на преднем планах мы иногда немного уменьшали масштаб. Но мы всегда придерживались числа 2, потому что программисты и мы любим число 2. Мы должны были отдать дань тому, что вы испытываете в игре, но при этом сделать так, чтобы это работало в масштабе человека, для наших различных персонажей, которые манипулируют окружающей средой и миром, бросают блоки, чтобы это было реалистично, но при этом чувствовалось естественным и органичным то, что люди испытывают в игре, и чувствовалось аутентичным в этом смысле. Было так весело рассказывать о фильме, обо всем, что было сделано для его создания, обо всех идеях и точке зрения, и нам не терпится поделиться этим фильмом с миром. Да. Не терпится увидеть вас в верхнем мире. Да. Создатели фильма продолжают упорно работать над фильмом, тесно сотрудничая с нами в Моджинг, а также прислушиваясь к мнению сообщества, чтобы придать фильму свежий и новый вид, но при этом сохранить дух игры. Ждите новых интересных новостей в ближайшее время. Продолжение следует... В будущем появится в ближайших городах. Оливье, приз 2. Суть этого проекта... Первое, это аутентичность. Наша цель убедиться в том, что это действительно аутентично для всех вас, ребята. Второе, это определение новой призмы, через которую вы можете взаимодействовать с игрой, с IP, с брендом. Это история о деревне, на которой напали зомби, и вам придется спасти их. У нас есть экраны размером в 5 метров, с которыми мы можем взаимодействовать, что позволяет нам сражаться с мобами, рубить деревни, собирать ресурсы. Все, что вы делаете в игре, только на этот раз вы находитесь внутри нее. Это опыт, в котором вы увидите, почувствуете и услышите, каково это быть в Майнкрафте. Мировая премьера состоится в Далласе, в Форт Уэрти, а дальше посмотрим. Заходите на сайт и расскажите нам, где вы хотите увидеть the Minecraft Experience. А теперь пришло время рассказать о нашем совершенно новом дропе, который выйдет через несколько месяцев. Команде очень понравилась идея добавить новый биом, и мы создали его со своим собственным уникальным настроением и индивидуальностью. В дневное время здесь тихо, почти безмятежно в доме Бледного Сада. Хотя вы можете чувствовать себя спокойно, гуляя по этому лесу, в нем также присутствует жуткое напряжение. Что-то здесь не так. С наступлением темноты, вы почувствуете другую грань этого места. Например, свисающий мох превращается из красивого в очень жуткий, и вы понимаете, что вы не одни. Что-то скрывается в тени. Все в этом биоме кажется незнакомым, и так и задумано. Мы хотим, чтобы вам было немного любопытно и страшно, что это за место, почему оно так отличается от всего остального. Нам нужно, чтобы в биоме была низкая видимость, и для этого мы создали бледный свисающий мох. Он сильно ограничивает видимость и расстояние, но вы все равно можете пройти сквозь него. Так что вы пробираетесь через лес и пытаетесь найти что-нибудь, но не знаете, что может скрываться за свисающим мохом. Да, он вызывает странное чувство, когда вы входите в него. Здесь неестественно тихо, и возникает ощущение, что здесь происходит что-то странное. Мне очень нравится атмосфера нового биома. Он вызывает такие жуткие и пугающие чувства. Да, довольно чутковато. И оказалось, что в тени действительно что-то скрывается. Скрипун. Это наше первое древоподобное существо, и оно как будто замаскировалось в бледном лесу. А когда ночью темно, его трудно разглядеть, кроме этих излучающих свет глаз. Да, еще оно взаимодействует с деревьями, что очень занятно. Да, есть специальный новоблок, с которым он связан. Когда вы приближаетесь к скрипу Ноу, вы можете понять, что он не получает урона. А когда вы пытаетесь ударить его, он указывает куда-то в сторону крон. Именно там находится скрипучее сердце, и именно оно управляет мобом. Одна из главных тем бредного сада, и его обитателей, это то, что они сильно контрастируют с остальным миром. Поэтому, создавая скрипуна, мы также хотели, чтобы он оказался необычным, и отличался от других мобов. Поэтому мы сделали его более асимметричным, чтобы он действительно не был похож на остальных. Скрипун не существует сам по себе. Это скорее марионетка нового блока, скрипучего сердца. Так что сердце и его марионетка скрипун действительно представляют собой новую боевую механику, поскольку нам нужно уничтожить блок сердца, чтобы убить скрипуна. А также, конечно, то, что скрипун двигается только тогда, когда вы смотрите в другую сторону. Так что не моргайте. Мне очень нравится принцип песочницы, который имеет скрипучее сердце. Если вы используете шелковое касание, то вы получите этот блок, а затем сможете поместить его куда угодно в мире Майнкрафта. Так что если вы хотите стать таким же злым, как само скрипучее сердце, вы можете разместить его и заставить своих друзей по-настоящему испугаться. Чтобы передать тишину Майнкрафта, мы добавили в этот биом звуки, которые воспроизводятся только ночью, и доносятся из окружающих блоков, что сделает впечатление игрокам еще более жуткими. А для этого нужно играть с тишиной, в частности, с контрастом тишины и звуков. Чтобы озвучить скрипунам, я собрала множество скрипучих вещей, которые будут издавать жуткие звуки. Очевидно, что самое важное — это насобирать дров, веток и тому подобного, мертвых листьев, чтобы получить шуршание и скрип. Но я также записала соленые палочки, шведскую закуску. Кажется, она шведская. И одна из самых больших деталей звука — это мой стол, который скрипит, волочившись по полу, а также стул. Я также записала зубы. Звук немного напоминает кости, когда моббин начинает двигаться. Так что... Что ты имеешь в виду под записала зубы? А, ладно. Мы хотели сделать биом очень серым, чтобы создать жуткое ощущение, верно? И в этих серых тонах очень неуместно будет смотреться новый комплект древесины, окрашенный в белый цвет. И это то, чего игроки хотели уже давно. Да, я очень рад появлению набора из бледной дубовой древесины. Особенно потому, что во многих местах люди красят свои заборы в белый цвет, например, для создания белого заборчика. И это станет интересным для многих игроков, чтобы на самом деле выразить себя. А еще у нас есть свисающий мох, и его можно заготавливать впрок, так что он возобновляемый. Я думаю, его будет можно принести и поместить в теплицу, где все будут находиться на крыше, как в дикой саду. Думаю, что-то подобное было бы очень интересно построить для его помощи. Да, а еще это уникальный ковровый мох, потому что он распространяется по всем сторонам блоков, и это тоже выглядит очень здорово. Мы ищем много вдохновения. Мы изучили все эти гидры лесов по всему миру. Среди деревьев выделилась ива, потому что она очень развесистая, на ней много волокон, и она кажется очень жуткой. Потом мы посмотрели на испанский мох. Это послужило вдохновением для бледного свисающего мха, который мы использовали в биоме, потому что он создает ощущение лохмотья, не являясь ивой. Кроме того, он оказался немного более универсальным и гибким для использования в биоме, и его также можно использовать в качестве строительных блоков. Нам не терпится увидеть, что вы сделаете с этим новыми возможностями в новом игровом дропе. Мы стремимся создать связи между фишками, потому что мир Майнкрафта — это экосистема, и мы очень хотим, чтобы она ощущалась именно так. А скрипящее сердце и его маронетка скрипун — это действительно новый способ создания такой связи. Так что будет очень интересно увидеть, как вы все это прочувствуете. И уже совсем скоро оно появится в снэпшотах, превью и бета-версиях, так что в ближайшее время вы сможете все пробовать. Житель номер девять здесь! Извините, что с тобой прерываю вас, то мы с жителем номер пятницы только что выбрались из жуткого леса. Я хотел бы заявить, что, как я уже говорил, я был прав! На самом деле в лесу живет чудовище, которое выглядит как дерево, и звучит как дерево. Что? Это ложь! Ты вообще в это не поверил! Он тоже не верил. Но во время своего героического похода в жуткий лес, я, житель номер девять, в одиночку обнаружил существо, которое теперь буду называть Хруст. Оно называется Скрипун! Они буквально только что произнесли его название! Может, мне стоит заняться охотой на монстров? Очевидно, я очень хорош в этом. Житель номер девять, охотник на монстров. Звучит неплохо. Простите, что с тобой прерываю шоу, а теперь вернемся к Мейкрофт Лайв! Оставайтесь с нами и узнаете о первом в истории прохождении Бледного леса в нашем автор-шоу, который начнется уже через несколько минут. Наши разработчики протестируют новый дроп, и мы вместе отважно исследуем этот новый биом. В эти новые игровые дропы можно будет поиграть в бета-версиях и снэмшотах, а в ближайшие несколько месяцев они выйдут для всех желающих. Мы надеемся, что вы так же, как и мы, рады всему, что происходит в мире Майнкрафта. Без всех вас Майнкрафт не стал бы тем, чем он является сейчас. От всех нас, сотрудников студии Mojang, огромное спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok